уникальный шлем уникальный и секретный да 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 секретный и кое-что у него есть невероятное всем привет друзья меня зовутся герой ван это мой канал мистер кэт добро пожаловать о великая забытая долина друзья это возле хай-рока по моему до провинция как ты думаешь где будет the elder scrolls 6 блин мне почему-то кажется что хай-рок ну не знаю это чисто мои предположения ну что ж мы сейчас забытой долине и друзья вы сюда сможете прийти по квеста дангвард вообще дангвард это очень крутой квест точнее dlc вот у нас прямо нам нужно вот сюда повернуть который добавляет новых новых противников которые они еще разбросали по всему skyrim в пещерах тут эти вот жуки страшные и летуны каких-то называют лови здесь встречаем фалмера и самое интересное что вот эти вот пещеры они не отображаются они секретные и их нету друзья так что вот разработчики специально постарались чтоб не находили и здесь будьте осторожны я яркость поставил практически на максимум вау только черт меню зачем я меню выключил ладно это самый хардкорный режим когда ты выключаешь меню конечно я вам все показываю на изи для того чтобы максимально быстро максимально быстро вам показать ну что давайте возьмем хитин потому что он нам пригодится и вот они вот эти ужасные лови 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 ненавижу их сразу три отстань вау как же больно они бьют когда ты играешь на легенде и у них яд яд только наносят урон так что обязательно нужно брать камень отстань есть обязательно нужно брать камень от ранаха потому что будет сложно так здесь у нас есть дверь но и слышите звук сейчас сейчас да это тот самый жук который нам и нужен я думаю многие уже знают этот секрет но кое-кто и не знает открываем дверь и вообще не узнал еще с последнего своего прохождения понимаете я раньше вообще не знал и когда узнал я такой да ладно я всегда увидел в инвентаре ну блин где живу добыть и вот он друзья обязательно собой еще кирку возьмите это живая руда живая но постарайтесь его не убить нам достаточно две руды подходите и начинайте добывать слушайте одна есть две все просто на третий он умрет ульфина такой милаха не должен умирать давайте посмотрим сколько у нас разная и до хитин коруса так стойте вот хитин жука панцирника вот что нам нужно друзья именно вот этот хитин который позволит нам сделать уникальную вещь но нам нужно будет еще лучше так что нам нужно добыть еще еще один еще один еще парочку даже можно добыть этого хитина но сейчас вам покажу это немножечко в другой пещере вторая пещера вторая пещера которая нам нужна это вот она здесь ого там уже враги на меня сагрились вот сюда пещера крутой склон заходим здесь тоже будет очень много фалмеров так что приготовьтесь вау тут конечно красиво ребят привет привет так первый 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 фалмер охотник есть у меня сейчас сет мирака и яд на меня вообще не работает потому что почему-то яд работает точно так как и магия то есть если у нас сет мирака камень атронаха и знак атронаха на 30 процентов ну то есть полная неуязвимость магии то яд как-то тоже как магия работает то есть ты его полностью поглощаешь и он вообще не наносит тебе урон это очень удобно таким образом если был бы у меня топ камней то знак атронаха это это невероятный знак который не знаю просто на первом месте который лучше всех черт я заблудился там еще какой-то мах слышите звук да где-то рядом где-то рядом второй ну сначала с этим дружком разберусь так тут у нас еще лучник привет дорогой о черт что это текстура только что смотрите так ладно где-то 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 нужно смотреть проход этот проход можно легко пробежать и не заметить его нужно вот он ну посмотрите если бурок намного темнее бы фиг вообще заметили такой узенький и вот он блин какой же он классный вот эти вот грибы которые подсвечивают поставили и добываем еще да ладно в бою вот еще один дружок малыш все отдыхай и добываем еще следующие два мы берем только для того чтобы улучшить хитин вот сейчас будет звук просто все отменили и теперь давайте в ближайшую кузницу отправимся вайтран кузница заходим раздел разная и здесь вот шлем из хитина жука нам еще понадобится два жилистных слитка и хитин жука панцерняка понимаете вам определенный уровень тяжелой брони вообще прокачивать не нужно вы даже сможете и его получить на первых уровнях и у него доспех очень крутой и очень высокий у него доспех задумайтесь практически базовый такой же как панцирный тяжелый драконий шлем это же невероятно вы получаете просто самый тяжелый и мощный шлем в игре skyrim плюс плюс это еще не все вы можете улучшить и коэффициент улучшения у него намного больше сейчас покажу давайте его создадим вау давайте его оденем одежда я немножечко подготовился уже я сразу взял фалмерскую одежду фалмерскую тяжелую я никогда не когда-то бегал ну очень редко ну когда в ней ты я не знаю это какой-то темный лорд я и знаю это какой-то жук посмотрите как она эпично смотрится а а вот когда я играл в своем прохождении и как я ее улучшил ну своим способом который у меня есть на моем плейлисте и ссылочка будет чуть ниже смотрите озидал опять обиделся наверное за то что давно его не одевал ну что друзья здесь я вот тоже получил своим стандартным прохождение и улучшил способом который у меня есть видео подробный гайд я просто обалдел вы вы просто посмотрите вот он доспех 396 396 ну луки и величине магии это я просто возочаровал легендарное улучшение 396 какой еще шлем можно так улучшить я не знаю но это как это как полный сет брони 396 ну это какой-то взрыв друзья это какой-то взрыв я утверждаю что именно его можно улучшать намного эффективнее чем любую другую броню именно это это и было наверно у разработчиков то есть не сделали ну и взяли ну классная сильная почему даже на первом на первых уровнях если вы берете она практически такая же как тяжелая хитиновая но черт она же невероятно блин пророкачиваются вау давайте побегаем очень мощная очень крутая и эффектная не знаю он мне намного больше нравится чем например стандартный шлем который есть в тяжелой броне фалмеров намного больше нравится еще и честно говоря немножечко не не понимаю почему столько столько сейчас шума и некоторые даже написали в комментариях все дизлайк за рекламу платных модов ребят что с вами вы что как вы что не фанаты серии я не понимаю понимаете у вас и так очень много очень много дофигища модов с не ксуса а тут без сделала просто площадку стандартную площадку для ребят которые создают моды и вы так вот негативно так дело в том что понимаете я даже зашел вот стим если вы заходите в новости раздел в новости па па в раздел на в новостей и там вот за creation club и там такие вот именно какие-то картинки все все так жалуются только не пойму почему ребят вы же сами их качаете есть куча ресурсов пиратских которые там заливают кота там просят когда же выйдут новые новые эти моды и в то же время ругайте за что ребят от думаетесь вы что и мне надо вот это вот поражает людей которые не понимают смысл платных модов поймите это зарабатывают ребята которые создают эти моды ты можешь зарабатывать точно так же если ты разберешься в 3d графики просто пойди в морку посмотри там какие-то оружие круты-то пол месяц классный сделай его продолжим бефезде пройди альфу бету и ты будешь продавать и потом ты заговоришь мне кажется по-другому друг ну ладненько ладненько на этом все хотел немножечко подискутировать насчет платных модов вот такая вот уникальная уникальная особенность этого шлема он очень крутой я считаю и вы должны в нем побегать обязательно все друзья ставьте лайк подписывайтесь на мой канал и комментируйте пока